Мешок яблок Но как назло, ничего ему не попадалось Ни грибов, ни ягод И вдруг посреди зеленой полянки Увидел он дикую яблоню А яблок румяных на ней И под ней, видимо-невидимо Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок И стал в него собирать яблоки Тут ворона прилетела На пенечек села и каркает Кар-р-р-р. Безобразие! Это каждый будет сюда, кар-р, приходить, и ни одного яблока не останется. Кар-р-р-р. Ну, напрасно каркаешь, говорит заяц. Здесь яблок на весь лес хватит, а у меня зайчатки дома голодные сидят. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок тяжелый, не поднять. И вот с трудом потащил его заяц волоком. По лесной тропинке. И вдруг его голова уткнулась во что-то мягкое. Поднял заяц голову и обомлел. Перед ним стоял медведь. И что у тебя там в мешке? Спросил медведь. Заяц пришел в себя, открыл мешок и говорит. Вот, яблоки. Угощайся, дядя Миша. Попробовал медведь одно яблоко. Ммм, ничего, яблочки, освежают, проревел он. Набрал большую горсть яблок и пошел своей дорогой. А заяц к себе домой. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата и пищат хором. Дяденька, зайчик, дяденька, зайчик, дайте яблочек, дайте яблочек. Ну что, ничего не поделаешь. Пришлось снова заяцу мешок открыть. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля. Ижа. Ну что, куда идешь, колючая голова? Спросил заяц. Да, вот, за грибами собрался, а грибов-то нигде не видно. Отхожу с пустой корзинкой по лесу. Да ты лучше у меня яблок возьми, бери, не стесняйся, у меня их много. Сказал заяц и насыпал ежу полную корзинку яблок. Вышел заяц на лужок, а там коза со своими козлятками гуляет. Ну, заяц и козляток тоже яблоками угостил. Ходил-ходил заяц и устал. Присел был он на бугорок, как вдруг. Бугорок зашевелился, заяц поднялся, а там вылез крот. — Спасибо, дружище, — сказал крот и исчез под землей вместе с яблоками. А в заячьем домике давным-давно ждут папу заяца. И чтобы скоротать как-то время, мама зайчиха рассказывает сказку своим голодным зайчаткам. И тут кто-то постучал в дверь. Дверь распахнулась, и на пороге появились бельчата с большим лукошком орехов. — Вот, это нам мама вам просила съедать. Пропищали бельчата и убежали. — Хм, чудеса! — прошептала зайчиха. Попозже пришел ежик с корзиной полной грибов. — Ну что, хозяин-то там дома? — спросил он зайчиху. — Да нет. Как с утра пошел, так и не возвращался. Попрощался еж, ушел, а корзину с грибами оставил зайчиху. Соседка-коза принесла капусту и крынку молока. — Это для ваших детей! — сказала она зайчихе. Чудеса продолжались. Со стуком откинулась крышка подпола и показалась голова крота. — Э, это дом, зайца? — спросила он. — Да, мы тут живем, — сказала зайчиха. — Хм, значит, я правильно подкоп ввел! — обрадовался крот. И полетели из-под пола всякие овощи. Морковка, картошка, петрушка, свекла. — Хм, привет, зайцу, передайте! — крикнул крот и исчез под землей. А в это время зайчик шел с мешком по лесу. А ворона все летит за ним и каркает. — Хр-р-р-р, ну надо же, всем яблоки раздал, а меня хотя бы одним яблочком угостил! Смутился заяц, вытряхнул из мешка последнее яблоко. — Вот, ворона, возьми, самое лучшее. Клюй на здоровье. — Хм, очень мне нужно твое яблоко, да я вообще терпеть не могу. — Кр-р-р, что делается, что делается? Родным, голодным детишкам он пустой мешок несет. — А я, а я сейчас обратно в лес пойду и снова полный мешок принесу, — сказал заяц. — Куда ж ты пойдешь, кр-р-р-р, глупый? Ты посмотри, какая туча, кр-р-р-р, собирается. А заяц все равно побежал обратно в лес. Побежал-бежал, спотыкаясь, бежал-бежал. А когда прибежал он к своей заветной яблони, то там прямо под яблони сидел голодный и серый волк. Увидел волк-зайца, облезнулся и спрашивает. — Хм, тебе что здесь нужно? — Я яблочки хотел собрать зайчата. — Значит, яблочко любишь? — Люблю. — А я зайцев люблю! — Зрачал волк и бросился на зайца. А вот тут-то зайцу пригодился пустой мешок. Он накинул прямо на голову этому бессовестному серому волку. Уже поздно ночью приплелся заяц к своему дому. А дома давно уже крепким сном спали сытые зайчата. Только одна зайчиха не спала. Она тихонечко сидела и плакала в своем уголке. Вдруг скрипнула дверь. Вскочили зайчат. — Ура! Папа пришел! Зайчиха подбежала к двери, а на пороке стоял заяц весь мокрый. — Мне ничего, я совсем ничего вам не принес! — прошептала. — Зайчик ты мой бедный! — воскликнула зайчиха. И вдруг страшный удар потряс дом. — Это он, волк! Заприте дверь немедленно! Прячьтесь все! — закричал заяц. Зазвенели стекла, распахнулось окошко, и появилась большая голова медведя. — Вот, держи от меня подарок! — прорычал медведь. — Мед настоящий! — Липовый! — прорычал медведь. И поставил целый бочонок меду на пол в избушку зайцу. Утром вся зайчья семья собралась за столом. А на столе чего только нет. И грибы, и орехи, и свекла, и капуста, мед, репа, морковь и картошка. А злая ворона все каркает вокруг, ходит и удивляется. — Никак ума не предложу! Ну как это так? Из пустого мешка и столько добра появилось! Вот такая сказка. Ребятки, вы догадались, почему так получилось, что из пустого мешка и столько добра появилось? Потому что на добро, на доброту всегда отвечают добро. Зайчик их угостил. Он понял, что там были и бельчатки голодные, и ёжик был грустный, что ничего себе на зиму не нашёл. И зайчик со всеми поделился. А с ним, в свою очередь, и поделились тоже и коза, и белочка с бельчатами, и даже медведь целую бочку мёда принёс. Представляете, даже всего хватит, наверное, на целую зиму. Так что вот такая сказка интересная, когда из пустого мешка столько добра появилось. Всего хорошего! До новых встреч, мои мальчики и девочки!